доброго всем времени суток здравствуйте друзья гости и подписчики моего канала прошло скажем так но не ровно вот 10 месяцев как я купил себе костюм от рапалки у меня есть на него полный обзор для тех кому интересно я ссылочку оставлю вот здесь вот будет кружочек подсказки наведете ткнете вывалится и там будет несколько видео о том как я его купил как я его походил в нем я в нем ходил очень активно хоть и не год спустя видео будет называться все равно год но я вам скажу такой носки как вот у меня редко когда костюм но достается какому-то костюму скажем так при тестировании или просто при рыбалках и тому подобное начну с того что я его в первые месяцы да не в первое его всю зиму конец весны вернее конец осени конец по моему он у меня появился в конце ноября вот приблизительно в это время да то есть приблизительно там 10 или 11 месяцев назад я точно не могу вспомнить но это есть там в первом видео не в не столь суть важная скажу как я его таскал я его таскал получается ноябрь декабрь январь февраль и часть марта да то есть но пока не было жарко я его носил каждый божий день кроме допустим выходного воскресенья то есть по нагрузкам этот костюм пережил очень много очень много не не скажу что я в нем ходил длительное время на каком-то супер морозе там за 30 с лишним градусов такого не было потому что мороза такого не было и я на нем не был такое длительное время но тем не менее ежедневные носки заключались ну просто каждодневно это на работу с работы по выходным рыбалки вот вот такая вот ну скажем так усиленная носка была на этом костюме по всем характеристикам которые говорил в том видео которое выложу здесь то есть спустя там какое-то время по моему там 50 дней или там 60 дней носки 30 я уже не помню то есть принципе это целый сезон со всем этим соглашусь кроме одного вот сейчас вот спустя какое-то время я его опять стал носить правда пару раз одел комбинезон жарко я одеваю сейчас только куртку но тоже ношу у нас погода хреновенькая часто ветер очень часто дождь вот в эти выходные буквально лил дождь со субботу воскресенье тоже временами короче его таскаю как и таскал начать все плюшки которые о которых я говорил что все они супер пупер остаются кроме одной значит водонепроницаемость я уже не помню сколько там заявлено по моему 8000 в конце сезона буквально уже по последнему льду когда у меня гавкнулась гоу про те кто на моем канале давно не это об этом знает это уже как бы на льду была сплошная вода мы ходили на рыбалку на лед вот впервые тогда это уже прошло это был конец февраля или начало марта то есть но это получается четыре месяца жестких четыре месяца практически ежедневной носки вот к этому времени то есть но условно говоря там 100 дней до 100 дней до приказа вот после ста дней у меня появились места где он стал течь ну как течь то есть было мокро значит вот здесь вот край куртки вот эта часть то есть вода как по-прежнему стекала плечи у меня были сухие но все это на седалище его вот это вот было влажным то есть садиться в машину я я снял куртку когда мы были с олегом на крайней рыбалке и садился уже в брюках то есть она дала течь потом вот вот эти места в рукавах вот эти вот приблизительно до вот такой вот ну как бы длины вот это у меня потекло не скажу что это критично по двум причинам прошу прощения первое во первых разговаривал с никитой по этому поводу он говорит а что ж ты хотела ничто не вечно под луной если учитывать ту носку которую ты ему зарядил то есть сумасшедшие нагрузки имеется ввиду по интенсивности носки по количеству дней которым ты в нем был то говорит это не удивительно а второе как бы этот слоем тоже не вечен даже мембрана не вечна но это легко лечится то есть что я с успехами сделал правда справедливости ради я не могу похвастать тем что я его протестировал опять под под дождем потому что вот я его буквально сегодня обработал у меня родилась идея поскольку вот прошел уже почти год но снимать было весной бессмысленно это видео потому что ну люди не покупают весной зимние вещи они покупают их перед зимой то есть как бы в преддверии сезона поэтому вот снимаю сейчас вот значит эту проблему я надеюсь что я решил вот этим вот способом вот этот баллончик не спрашивайте вот вот так вот он называется вот так каких вещей это все используется вот я покупал в германии декатлон или декатлон я не знаю ночью люди у которых есть в городах этот магазин они сразу знает о чем я говорю вот это вот хрень стоило четыре с половиной евро то есть вот этот вот баллончик который предназначен для обработки кожи курток обуви ну тут палаток зонтов всего чего только можно то есть четыре с половиной евро я обработал естественно они есть у нас специализированных магазинов для рыбалки туризм но я больше чем уверен что ценник там в разы и в разы больше вот я поехал я купил вот собираюсь еще поеду тоже куплю еще один про запас и все то есть я попшикал чем класс то есть он не оставляет никаких следов показывают смотрите абсолютно ничего не остается на куртке ничем она не отличается этот участок от другого участка не цвет не меняется не появляется никакого плюс еще но довольно таки приятные как бы аромат вот не скажу что там запах ну аромат да просто но не скажу что дезик но приятно пахнет в общем короче это все вылечилось в разы то есть на секунду правда под ливнем под большим я не был а так легенький дождик меня нигде не мочил и так далее вот это одно из один минус и но не единственный один из двух минусов которые я нашел в этом костюме по истечении такого количества дней носки то есть если посчитать там но вычесть воскресенье то получится порядка 100 дней вот значит что еще мне лично мне не в кайф так это вот это вот молния в этом году вот я не знаю отхожу или нет ее буду перешивать то есть вот эта молния которая находится основная молния да то есть она не знаю по стечении вот этого количества времени а это ну минимум раз-два ну получается 33 открывания закрывания в день то есть получается там ну 300 умножим на 3 300 раз я открыл его закрыл может быть чуть больше там на рыбалке чего-то доставал еще чего-то там в общем минимальное количество это 300 раз вот это молния иногда иногда меня подводит но тут скажем так вот уже проблема видеть может быть не видите да вот такая вот проблемка единство что хорошо здесь два хвостовичка открывая этот вы тут же закрываете и обратно все нормально закрыто но факт есть факт вот это я могу сказать про вот эту вот ну как бы молнию да вот я ее поменяю поменяю на более крупные хотя она вот специализирована с такой прорезиненной ткани вот сама молния не тряпчаная да не буду не из материала какой-то специализирует но я ее вырежу отдам в ателье мне ее поменяют хочу с большими крупными зубьями которые как бы пусть может быть там не стопроцентная водопроницаемость я обработаю вот этой штукой но вот этого не будет вот это вот два единственных косяка ну как бы один не косяк а просто естественное старение или ухудшение тех стойки которые и должны были ухудшиться но всяком случае никита он более продвинут в этом отношении почему по то есть потому что он очень активно занимается сноубордом горными лыжами он в такой теме по всем этим мембранам всем этим заморочкам он мне сразу сказал что ты ридурец это нормальное явление ты его относил столько надо обрабатывать в общем сразу развеял мои какие-то там червячки в душе вот то есть это как бы не косяк устраняется легко молния тоже в принципе ерунда но такое вот случилось у меня спустя сто дней интенсивной носки уже больше потому что его уже в этом году ношу во всем остальном в легкости носки в удобстве никак ничего как бы не то что плохого только хорошие очень легкий насколько я помню прошлый раз его взвешивал кому интересно повторюсь поставлю вот сюда в подсказки видео вы обязательно посмотрите там будет несколько про этот костюм очень удобен и комфортен носки не стесняет движение не шелестит как черти шоу ну более-менее комфортно вот так то есть во всем отношом во всем остальном костюм бомба вот две такие вещи на которые я ну скажем так считаю нужным ваше внимание заострить вот а выводы покупать или покупать всегда делаете вы сами я никогда не призывал там то или этой вещи вот у меня есть не знаю может быть появится еще какой-нибудь может не появится я не знаю у меня как бы такие вещи но мне есть чем ходить поэтому они либо спонтанно как-то либо я не знаю вот мне захотелось чего-то новенького до мне вот жена на моем дайве устала это самое все это вот появилась рапалка значит кто знает может появится еще один какой но этот я считаю что я тестировал на все 250 процентов в целом скажем так из 10 баллов восьмерку можно ставить железно отличный костюм за исключением двух этих самых ну даже одной вот только молнии это то которое считаю неудачно все остальное вот еще раз покажу лечится элементарно вот такие мои выводы не знаю полезно это было вам или нет надеюсь что это было полезно потому как и идет зима рядут новые покупки надеюсь это было вам полезно хотя бы ради этого спасибо за внимание спасибо если вы были со мной доказать досмотрели эти две то видео до конца как горит мой друг никита лайк подписка колокольчик всем мира добра до новых встреч